приветствую дамы и господа сегодняшнее видео у нас про камешек от компании нортон бренд бир такой себе harder канзас для ювелиров маркировка у него hb 26 размер 6 на 2 от 3 8 до 1 2 то есть от девяти с половиной миллиметров до 12 7 в целом камень в частности данный камень это знаменитый нортоновский black нортоновские black и black и нортоновские добывались только в бировском карьере производились они действительно в большей степени своей под биром нортон но буквально несколько там некоторое время также была маркировка пайк когда они объединились но надо понимать о том что на пайковском карьере харды были как это называется харды были белые то есть это были белые транслюценты убира но как мы видим естественно это транс естественно это транс это черный транслюцент чем он интересен интересен он текстурой здесь идет стык породы то есть вот эти вот сейчас я покажу вот эти пятна вот эти вот черные пятна более темные это не замасленность это текстура вот то есть так камень по отблеску по отблеску с предварительной доводочкой камень очень тонкий камень достаточно агрессивный как для черного транса ну да покажу камень был заказной поэтому приехал покажу и завтра он уйдет заказчику то есть фасочки плоскости вот что можно сказать в общем то для ручной работы камень предназначен для ювелиров для ручной работы в общем то прекрасен как будь то работы на руке будь то работы на столе но на столе наверное надо какую-то подкладочку размера вполне достаточно для того чтобы затачивать доводить как ножи так и бритвы так и какую столярку штихеля и так далее в основном эти камни были 4 дюйма я встречал 8 дюймов делал обзор 8 7 дюймов обзор делал ну вот это вот один из представителей нортоновского черного Harder Kansas это собственно вот в таких вот размерах это 150 на 50 миллиметров и на 11 вот такой собственно камешек в обзоре был я не знаю в принципе все новые камни я стараюсь показывать в обзоре но вот один из них один из них есть ну вот это вот то есть вот это вот это черная текстура так что поближе сейчас резкость попробую навести чтобы вам было может включить свечи подсвечивать будет вот такой себе текстурный со стыками слоев такой вот себе текстурный камень давайте попробуем маслом чуть 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 может быть маслом будет легче сейчас момент может быть будет лучше с маслом видно очень тонкая работа работа на уровне на уровне где-то восемь десять тысяч грит вот теперь свет будет все отблескиваться что только можно он вот так получится наверно дать текстуру показать вы понимаете в чем дело все блестит все блестит вот так давайте вот то есть вот это вот вот это вот вот это текстура камня первый раз кстати такое попался из пяти камней текстурный попался первый раз все всем спасибо за внимание да кстати по поводу маркировки маркировка как я в других видео говорил они не различали черное белое то есть hb и все и под hb мог быть в такой же коробочке абсолютно мог быть и белый если бы компания была пайковская когда уже нортон полностью включил себе и бир и пайк это судя по всему еще чистый бир то есть если мы посмотрим по надписям то о пайке никакого упоминания то есть бренд бир точильные камни произведены на наивысшего из материалов наивысшего качества ля 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 под биром они брали нортоновские кристаллоны индия в то время также и пайк брали кристаллоны индия собственно и работали под брендом пайк когда они еще не входили в нортон в общем в общем то есть в частности в данном случае мы имеем да это была корпорация нортон которая уже поглотила бир но в частности еще бир имел свою аутентичность где-то в 70-х годах упоминание оберия просто заканчивается остается только пайк все всем спасибо за внимание пока пока